Благовествующий, ослушающий, Господи, открой слух принятия всей Божественной истины. Тебе, Господи, слава за Всевозможность. Не видишь разницы души? Смотри. Вы соседи живете рядом. Я на ближнем хуторе, а роман чуть подальше. Какое ваше отношение к Богу? Хорошо, хорошо. Я побегу к тебе, чтобы он ответит даже. Как молитесь, души чувствуете подверг. Сложно отрицать то, что не поздно на человека. Поэтому не знаю. Я не отрицаю, потому что не знаю. Ну как думаете, человек живет, хорошо или плохо, он в стороне умирать будет? Я думаю, что человек отлезет на деревьях. Приходит время, и он попадает. А потом? А потом сложный вопрос, не знаю. Потом жизнь вечная. Человек это не просто выброшенный какой-то негодный будильник. Бог сотворил человека таким прекрасным, навещенным, но грех его погубил. И летом на землю приходил Христос, он за грехи не был. И зовет к себе. Вот с этой миссией Господь пришел на землю. Верят, не верят. Но умные, глупые люди. Но все понимают, что просто так, чтобы жил, помер, это ничего не дает. И в мире много разных религий. Много народов. Если не знаете, я вам просто скажу, 2286 наций. Но у всех есть три момента, которые одинаковые. Разные года, разные отношения к женщинам, к детям, к жизни. Но три момента у всех одинаковые. Первое. У всех вера в то, что был поток. Все верят. Какая бы религия была, мусульманство, буддизм, христианство, язычество. Разных направлений. В одном таком христианстве сегодня разных сект, только в 21000 насчитывается. Все разные. Тысячи. Вот выстроили в ряд одного, и у каждого рука будет игорь. И верят. На самом деле очень много ловцов. Да. Второе. Все одинаково верят. Независимо ли это исчисление какое, когда Новый год, что неделя семидневная. Вот что удивительно. Все абсолютно на земле верят, что неделя состоится из семи дней. Это математика чистой воды. Так. И третье. Все верят, что за гробом жизнь не заканчивается. А будет возмездие за добрые дела и за злые. Что грешникам будет плохо, а праведнику хорошо. Одни понимают, что это рай, другие понимают, что у него гурии там будут по 485 на ночь. Он уже по-своему воображает мусульмане. Но! Все понимают одинаково. В этой жизни подлечить нельзя. В этой жизни вот обмануть из-под тяжка, это наказуемо Богом. Пересворьте все делать, вот что с товарами делают сегодня коррупционеры. Все они будут наказаны. И рисует огонь. Притом все одинаково. Теперь вопрос. Если все разное, языки разные, друг с другом есть народы, не встречались. Сейчас встречают индейские племена, находят по Амазонии. По сегодняшний день еще. Племена грушат. Разные. Там ученые 800, вся нация кончилась. Но это у них одинаковое. Ученые, антропологи не могли не задуматься, почему все разное, а вот эти три момента одинаковые. Отсюда вывод, что был момент, когда все до одного вот это знали, что был потоп. И после потопа рассеялись и в своих сказаниях внукам передавали, что была вода и плавал корабль. И все утонули, а вот остались от него, мы дальше пошли. Одни говорят, мы от Авраама, а другие от Бегбума. То есть разное там название у них. И японцы все одинаковые верят. И все до одного знали, что Бог сотворил мир в шесть дней, а в седьмой почти. Что неделя семидневная. Это как раз говорит, что когда-то народ был в одном месте. А потом это разнесли верами, каждый придумал своих богов и все остальное разное. Вот у нас же тоже много есть разное, а много одинаковое. Мы все одинаково понимаем, что нужно питаться, чтобы не умереть. Это уже все понимают. И все понимают, даже ничего не понимая. Все понимают, что нужно укрыть такие погоды. Для этого нужна одежда и дом. Это животные знают, а человек учится. Один шалаш строит, другой как-то, но все делают окошечко в свет. Все делают хоть как-то другую чуму, но что придут ему кверху. Так вот, есть общее. Это стремление к хорошему. И стремление к хорошему не только в этой жизни, но и в будущем. Все грешники, да, все грешники. Как избавиться от грехов? Говорят, рад бы в рай. Да? А от грехи-то не пускают. Их надо оставить, бы они не пускают. А Христос для этого и пришел. Он взял грехи мира на себя и умер за нас. И нам нужно только согласиться с этим путем Божьего спасения. Это его план такой был. Вот я не могу изменить всю нашу жизнь. Ну, случилось такое. Я безбожий. Я там убил, другие грехи делал. Я что, в ад пойду? В ад. А Христос пришел, эти грехи взял, как будто он сделал. Заместительная жертва. Ну, делать такое сравнение. Допустим, человек брал в долг, а дать не смог. Проценты растут. Пришло время. У него все подряд. А раньше было так. Живу продать. Оторвал вечности. Детей продать, чтобы деньги восполнить. И вдруг находится человек, который говорит, ты мне долговой не будешь сидеть. Я за тебя плащу. Но ты будешь теперь моим рабом. Ну, а дальше он покажет. Я тебя братом сделаю. Ты же понравился. Вот это образом, сказал, сделал с нами Христос. Он заплатил за нас, как великий банкерт. И мы себе не принадлежим. Я раб греха, теперь раб правильности. У нас желание теперь одно только. Как Бога прославить? Я выступаю перед разными людьми много. Я говорю, вот у вас в аудитории были такие, что тысяча слушать или нет. А передо мной миллионная аудитория. Миллион по интернету слушает. И людям этим можем задавать вопросы и отвечать. Есть такие вопросы, на которые отвечают, а есть на которые не отвечают. Вам, как не с Антономом, у человека, некоторые наши вопросы непонятны будут. У вас мобильный телефон есть? Вот он. А кто его изобрел? Мобильный телефон? Да. А зачем? Не знаю. Я не знаю, как он устроен. Я им пользуюсь. Хотя нет, не знаете как, но неплохо бы знать, кто же его сделал-то. Хороший человек это был для нас. Добрый дел сделал. Да. Хотя, хочу сказать, я не согласен, добрый или нет. Мне пора хочется его об стену разбить, этот телефон. Понятно. Когда я его не было, 20 лет назад у меня телефон был, и у меня жизнь была другая. Понимаешь? Он усложнил мою жизнь. Почему? Почему? У меня появилось больше обязанностей. Я мог больше жить для себя. Без него. Это хорошо разрешаться для себя? Хорошо. Наоборот. Что значит? Наоборот. Он даже что у вас требовал? Нет. Подразумевая, что я под себя, я имею ввиду свою семью, свой дом и прочее. Ну да, нет. Но разве этим уже и человеком может ограничиться таким узким ареалом? Вас Господь призывает к большему? У вас друзья появились больше? Они возгруждаются? Друзей у меня больше не появилось. И пусть у меня будет пять телефонов, у меня больше друзей не станет. У меня было ограниченное количество друзей, остальные все мои знакомые. Вот вы заметите, вот я сегодня дома нахожусь, вот только я приехал, у меня сразу звонок из Санкт-Петербурга, из Португалии, из Японии, из Манилы. И спрашивают люди какие-то вопросы, мне разрешение для них. Я могу разрешить. Мне это дано. У вас есть такая возможность? Да. У меня есть такая возможность, просто Бог дал мне этот талант. Вот. Такой талант Бог дает редко когда, но он дал его, и я им пользуюсь для людей. Да? Да. Вот приезжают, мы были сейчас в Тобольске, город Тобольск, и там у одного человека, очень хороший познакомленный, и он вдруг оказался в Горном Алтае. Приехать, а меня дома нет. Он сейчас так сказал, блях, по телефону, я говорю, я буду только в субботу. Все, я... У меня вопрос. Дорогорный Алтай. Недалеко от поселка, сейчас скажу, господи. Я или, на Телецком озере, строят межконфессиональные храмы, для сохранения как бы мирового наследия религии. Это так? Ну и... Я просто был случайно, там попалось, совпало, ехали значит на пароходе, останавливались на базе, мы отдыхали там, значит наверное, служители церкви, и у них там был лужин, значит у него это, как бы, разные конфессии. Это правда? Да, да, да. Это и в Москве, и в других городах делаются. Это готовят приход Антихриста, всемирного Машеаха, Мессии. Это задумка евреев, это не просто так. И они пока приготовляют вот таким видом. Ну, видимо, такая программа есть. Да так. Но христианство, это не та религия, которая может с чем-то мешать. Нельзя небо с землей смешать, тем более небо с преисподней. Нет. Я вообще считаю, что у меня... Я разносторонний поклонный товарищ. Я очень рад, что я попал на вашу встречу. Я вообще, я убежден, что христианство это не наша вера. То есть, исконно русская вера. То есть, мы друиды верили в солнце. То есть, поклонялись деревьям. То есть, мы были вот такие... Это наше неисконное. Это нам Господь дал дар через грехов. Да, он этот дар, когда наш царь батюшка поехал в Византию, у него перед ним встал вопрос. Политические вопросы. Какую веру выбрать для своего народа? То есть, это не мы выбрали. За нас это сделал один человек. То есть, со своими боярами. То есть, эту историю я знаю. Он смотрел мусульманство, и... Роковое стечение красивой одежды православных... То есть, попов. То есть, все, они его сразили на повал, и мы стали... Ну, правда, он и сам ездил, ездили слуги его. Ну, он там тоже был. Он не был. Это потом, когда он Корсусь завоевывал. Он не был там. Вот, он из-за Анны поставил... Поэтому, если Иисус еврей, то есть, а у них вера своя, я считаю... Почему? Почему Иисус еврей? Вот почему. Что никто за наши грехи не умирал, кроме Христа. Только поэтому. Возмездие за грех смерть. Вот нужно повторять. Не просто я сделал грех, он где-то забыт и стёрт. Нет. За него придется вечно мучиться в аду. И эту вину Иисус взял на себя. Как написано, прилимном 6.23. Теперь вернемся к моему мобильному телефону. Его изобрел Мартин Купер. Мартин Купер. И у меня... Я в начале детского лагеря 40 лет. Без помощи государства тысячи детей помнят. Я говорю везде. Вопрос детской беспределности решается сразу. В один год. Если я сейчас все буду делать, как мы делаем. Так мы говорим, дети, какой этот умный Мартин был. Как он был, только он есть. Давайте за него помолимся. В ребенке должна рождаться радость от благодарности. Что до прихода его в мир Бог так все это устроил. Такие деревья. Так мир этот украсил. Что ребенок он не покинут. И он ожидаемый был здесь. Кто-то придумал окна, двери. Как вверх печь. Этого ничего не было. Когда-то. Когда-то и одежды не было. Вот этот компьютер. Теперь мы говорим. А кто? Брат мой принц. Игорь. Здравствуйте. 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 Благодарны вам, Игорь, за вашу заботу о нас. Ваши советы все помогли. Так вот, второй вопрос. Кто изобрел интернет? Так, поднимайте руку. Наши дети знают это. А у меня дети в лагере все знают. Они говорят, Тим Бернасли. Это Тимофей. Я к чему рассказываю? Что воспитывая ребенка, мы должны переводить его на вторую сталью молитвы. Благодарение. Какой Тимофей был умный. Сколько он голову ломал, как этот интернет сделать. А он еще жив сегодня. И главное, что из всех изобретателей он самый бедный. Он ничего для себя не приобрел. Хотя у него, конечно, он миллионер. Вот. Господи. Умный какой он. Дети, давайте поблагодарим Бога, что нам хорошо с интернетом. Конечно, не пакости какие-то. Когда мы знания берем, в гугл заходим. Вот. Это у нас все время. Мы продвинем. Игорь Петрович. Хотя, насколько я знаю, вы же раскольники, да? Дома? Нет. Или нет? Дома. Мы православные. Мы православные. Но когда церковь развалилась в свое время на две части. Вы, наверное, вообще настарабляться? Нет, нет. Я не знаю. Нет, нет. Мы самая настоящая патриаршая церковь. Это у нас. Это мы. Мы в гости приехали. Сейчас соединяем патриархию. Сейчас нет. Все забубежные. Он батюшка. Патриархия. То есть, произошло что-то? Ну, мы можем, если уже на ту тему пойдем, то... А мы крещем. Как крещем все? Мы с детства трещины, у нас в корне стараблящество. Но групперцы. Но мы не выделяем. Рано спасительно. Рано спасительно. Я не знаю. Это не 25-ая, а 125-ая. Это не осуждается никакой. Я не знаю, что для меня это не принципиально. Вопрос просто. В свое время просто уходили от прогресса. Вчера ли ты его? Да? Был такой. Самолет? Сатана. У меня знакомая очень хорошая переписывается мусульманка. Просто замечательная женщина. Прекрасная. Насколько она образована. Она четыре языка знает в совершенстве. Там арабский. А она в Баку. Преподает в университете теологию. И она постоянно ко мне обращается. Отец Игнатий. Отец Игнатий. Учитель. Какое участие мужчины должны принимать в воспитании детей? Все места из Библии. Тем более поисковик. Сейчас легко работает. И она тоже со своим преподает. И ведет своих студентов в православный монастырь. И уже сколько раз там свои имамы наказывали. Добрый день. Нас объединяет чувство любви к Высшему. К Богу. И я поставил такое. Если вы приедете. Она собиралась в гости. То беседовать будем только о Риме 6.23. Вся Библия разбита на книги. 77 книг на главы и на стихи. С ней я выбираю только один стих. Вот этот стих. Он звучит так. Возмездие за грех смерть. А дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе. Дар. Это дар. Даром Бог дал веру во Христа. Человек никак не может осознать. Даже на уровне того что видит. Что он смертен. Лев Толстой до конца думал. Ну может же природа сделать исключение. Чтобы не умирал. Ну хотя бы один Лев Николаевич. Его уже 82 года. Он никак так и не смирился и помер. А почему смерть наступает никто не знает. Я знаю. Почему? Почему смертность? Да. Прекращается деление клетки в организме. Все. И все да. Организм начинает стареть. У вас у меня уже начал стареть. Так посмотрите. Практически ухищены. Кроме вот одного молодого вот того парня. Мы все начали уже. Увидание началось. Что интересное. Когда делают опыты на мышах. Лекарства применяют. Потом на крысах. На свинках. И применяют к человеку. И вот узнали. Старение клеток. Добились старения. Клеток нет. Все время идет обновление. Абсолютно здоровая. В стерильных условиях мышь. Играет. Бегает. Приходит в сроки. Два года четыре месяца. И вдруг она погибает. Ученые стали в тупик. Какая причина смерти? Все что наработано было столетиями. Причина смерти. Отпадает. Там этого не было. Почему она умирает? Опять вопрос тоже сама остался. Все. Абсолютно. Старение клеток полностью исключено. Обновление идет. Но они умирают. Ответ один. После согрешения. Вся тварь подвержилась удару. Вся тварь совокупности на этой мучается. Смерть прошла в мир. Потому что Господь Бог сказал. В день в который вкусишь. Смерть и умрешь. И человек умер. Возмездие за грех. Что человек умер. Это не болезнь. Это духовная смерть. Интересно. Тут уже старение клеток. И все подходит под это. Вот. Когда началась перестройка. И даже немножко чуть раньше. Вышла книга. Чингиза Айтматова Плаха. Кто уже читал. Там главный герой христианин. Аристарх. А его литературная газета там спрашивает. Ну вот вы все таки мусульманин. Попросите. Он говорит. Да я мусульманин. А почему главным героем романа. Исключительно популярного. Тогда его принимали это. Покупали шкуп по 100. И раздавали всем. Вот. Фильм поставленный по этому роману. Он говорит. Магомед. То есть по их Мухаммад. Мухаммад много хорошего сделал. Но умер за людей только Христос. Он как писатель. Герой социалистического труда. У него брат с ним встречался лично. Возмездие за грех смерть. И это надо принять. Усвоить. И сказать. А могу ли я избавиться. Вопрос один. Что умираем. Это все понимают. Но за гробом есть другая жизнь. Это переход. Всего лишь только переход. Смерти нет. Почему? По-разному умирают люди. Вот небольшой пример. Был такой отъявленный атеист Вольтер. И он дал завещание. Когда я буду умирать. Чтобы ни одного ксенза не было. Попа. Если я буду звать. Вот я завещание делаю. Не верьте мне. Если я буду говорить. Что я отрекаюсь от завещания. Что я с попами дела не имею. Не верьте мне. Подписал. Все поставили. Нотариум заверил. Все. Ну вот пришло время смерти. Болел долго. У него оказалось друзей много. Но в этот момент. Выболел всех. Друзей нет. Дежурит. Из особого отдела. Католической церкви. Монахини. Сестры Милосердия. И врач Траншен. И вот дальше. Теперь. Только сегодня. Приоткрывается. Когда он увидел. Что. Рядом смерть. Он увидел. А он против Бога. Такие статьи писал. Он. Богохульник был ужасный. Просто страшный. Он сам. У него вид такой был страшный. И так и случилось. Католическая церковь его. Анафина предала. И вот он видит демона. Демона с огнем. Ключами его хватает. Он кричит. Вызовите священника. Я отрекаюсь. Что написал. Выберите. Ему показывает. Ты сказал. Если я буду кричать. Не верьте мне. Везде стоит печать. И не могут ничего сделать. Он кричит. Он умоляет. Он заламывает руки. Все бесполезно. И он умер. И вот врач Траншен. Которого. Многие умерли на руках. И он говорит. Я видел тысячи смертей. Там. При битве. Ватаро. Везде. Возмездие. Но такую смерть я видел впервые. Смерть верующего человека. Это тихая гладь озера. И смерть Вольтера. Это бурный океан. Выбрасывающий им и грязь. Наступило возмездие. А когда сестру милосердия позвали опять к умирающему. Может там дежурила. Подавала. Она задала вопрос. А он верующий. Ей сказали. Вам разницы никакой нет. Вы обязаны. Она говорит. Никогда. Но вы подписались. Что вы обязаны ухаживать за больными. Да. Но я не говорила. Что буду рядом с тем. Вокруг которого демоны. Я претерпела такой страх. Я могла сама умереть рядом с ним. Так что все эти игры с безбожием. Кончаются здесь на земле. И очень быстро. То что ты не веришь. Что ты мастер какой-то. Все вылетит из головы. Там ничего нет. Весь мир приобретешь. В душе повредишь. Какой выкуп дашь за душу свою. Вопрос так стоит. Это мы только думаем. Что да. Вот я что-то знаю. А что Туполев меньше знал. Генеральный конструктор. Советское время. А почему он верил. Почему Павлов. Иван Петрович. Лауреат Нобелевской премии. Физиолог номер один. Почему он глубоко верил в Бога. У него был такой случай. Он сидит в Евангелии. Крупное там. Глаза уже были. Сидит и читает. Вот там. Петергофий был. Подходит рядом. Садится матрос. Он не знает. Ну дедушка с бородой. Больше чего-то. А видит там Евангелие. Ты где-то что читаешь то. Да Евангелие снова читает. Эх темнота. Стал и ушел. Темнота. Человеку. Которому равных в мире нет. Перед ним даже Эйнштейн ниже. Вот сегодня суждение о вере людей. Которые никакого опыта не имеют в духовной жизни. Они не знают. Допустим рассуждать о неверующей жизни. Многие безбожники могут. И верующие могут. Почему я был неверующим. Стал верующий. Теперь я ту жизнь знаю. Я запивался. Я то делал. Я воровал. Я лгал. Я обманывал. Лжи не изменял. Но многое можно сказать. Кроме того в душе не было покоя. Но вот я уверовал. Я могу написать сегодня книгу о том. Что я испытал. Я вот обратился к Богу. 27 сентября. 17.00. 1962 год. Что Бог я себе с детства знал. Но сознательно через книгу Библию. Вот на столе лежит. Я обратился в этот момент. Говорят. Ну какое-то у вас несчастье было. Ну горе загнало вас туда. Это про кого-то. Но не про меня. Да бывает то. А что. Я спортсмен. Я занимаюсь боксом. Стрельбой. Причем я с детства мечтал стать террористом. У меня другой мечты не было. Я все положил на то, чтобы стать террористом. Отомстить коммунистам за поруганную землю. Я был политически подковым с 5 лет. Отцом моим. Он инвалид войны. Стронца рассказывал раскулаченный. Так у вас тогда что. В это время я учился в высшей мореходной школе. Добился разрешения. Добился. Добился. Сдать 3 курса за год. По выбору комиссии на английском, немецком или французском. Передо мной открывалось широкое поприще. И вдруг Евангелие. И я понял. Я пшик. Ничего нету. 5 минут достаточно было, чтобы я переродился и родился свыше. Я встал с молитвы абсолютно другой, как сав, который пал и стал павлом. Теперь есть такой лосманский катерок. Он привозит из берега. А корабль стоял на рейде. Меня только привезли такой борт с прорезами, чтобы волна стекала. Называется фальшборт. Я переступил. И первому матросу говорю. Мы живем неправильно. За нас Христос умер. Если не покаемся, мы все погибли. Это я узнал в первую вещь. Второму человеку. А в это я член судового комитета. У меня прекрасные характеристики. От начальника каравана кораблей. Меня в один день перекралифицировали. Сошел с ума. Сразу же. Сошел с ума в том смысле, что поверил. Мне в дурдом не поместили. Дальше. Я не пользуюсь авторитетом. Характеристика была неделю назад только. Пользуюсь авторитетом. Член судового комитета. Честно. Не пью. Учусь. Здесь все сразу пошло по-другому. Почему? Меня Бог избрал. И как рожденный по плоти тогда, и наврожденного по духу, так и ныне. Для меня начались скитания. За моими плечами пять тюрем и лагерь смерти. Я вышел чудом живой. Я теперь определенно могу говорить, что слово мое достигает людей. Я встаю в тюрьме, подъем в шесть. Я всегда стою ровно в четыре. Задача. Никогда днем не ложиться за верхнюю кровать. Это шконку. Я усыплюсь, чтобы только не упасть днем. В одно время. По мне часы спирали охранники там соберутся. Вот смотри, лежит. Не шевелится. Сейчас в 4-0-0 он встанет. Точно встал. Как это ангел будил? Я в день пять раз становлюсь на молитву. По полтора часа. Вещан с восьми до десяти. Камера открыта. Охранники с двух этажей собираются. Камера в полном молчании. Один читает Евангелие, я рассуждаю. И тут же со мной в камере преподаватель второй группы космонавтов. Можете представить, что это за человек? Он и всех космонавтов в лицо знает. Ну а через него я знаю. Теперь судистая большая группа директоров. И, как говорят, за Пароза, за главой. Это директор Мамонтского рекомендации Север. Там первая секретарь. Там все это с деньгами связано. Полное гробовое молчание. Я два часа проповедую. Ложаться спать, я встану на молитву. А утром камера огромная. Там 60 тысяч человек. Там в три этажа шпонки. Подходят заключенные и говорят. Вчера ночью вы молились. Шесть или семь человек становились на колени. Весь с вами молились. Можно я тоже встану? Я говорю, можно. Но только ты должен пересмотреть жизнь. Как? По порядку. Ложь от дьявола. Правда от Бога. Ты лгал, следователь. А как же? Что я ему буду говорить? Ну если скажу по правде, мне расстрела мало. Не пойдет. Ты должен раскаяться в этом. И на следствии ты должен или молчать и говорить правду. Два варианта. Молчать можешь, но лгать не имеешь права. Так я уже солгал. Ну если солгал, значит по лжи своей пойдешь служить. Туда. Тебе туда не выйти. Так а если я скажу? А скажу я не знаю, что будет. Я знаю, надо говорить. Он пишет заявление в прокуратуру. Следователь приходит. И он начинает. А ему выдавать приходятся большие шишки. Это куда приборы делись. Это захватил там чуть не до генерала КГБ. Всех начали метелить. Ему три года условно дали всего лишь. Вся фирма знает и думает. А там они любят это пасти составить. Будто я открыл ворота и всех грузников упускаю на свободу. И где они появились, уже они знают. И сегодня, когда я работаю с преступником, они знают. Я ничего не могу сказать. Я знаю, о чем он думает. Это дал мне Бог. Вот сейчас, за три дня, три дня мы здесь. Новосибирску область проходят. Все районные центры. Я туда отдаю в библиотеке книги, которые написал 38 книг. Томов. Каждая книга 752 страницы. В каждую библиотеку. 51 район в Алтайском крае обошли. До Байкала большие города и меньшие. И до Москвы через Челябинск и верхом вернулись. Вот только за это мы прошли полтора миллиона пожертвований. У меня ничего нет. На полтора миллиона. Зачем? А вы бы видели глаза людей. Вопрос не приходится. Как? Это православные. Да их нигде не слышно. А диссектанты? Откуда вы пришли? Почему раньше не были? Я вижу счастливые глаза людей. Нас сегодня как провожали. Одна из них на втором этаже музей. Маслянина. Она на шаг не отходит. Ну пойдемте посмотрите, что у нее там старинные ручники, прялки, скалки. Ей надо показать. Говорим о Боге. Как наши прародители жили. Сколько в них добра было. Какие они рукоделия знали. И все это показывает книга там старинная где-то. Все строилось на вере в Бога. Человек идет. Бог помощь. А сегодня он видит тебя дома нет, он картошку выкопать старается у тебя. Утащить. Так жить нельзя. Так как сегодня люди живут, только отживать можно. Я жил, не жил, ездил много по Америке. Меня возили там по миссионерскому фонду. У них по-другому подходят. Это образно выразить так. У тебя сын, и ты хорошо работаете. У соседа дела не ладятся. Вот у нас так. Сделать так, чтобы он был такой, как ты. А этот в Америке, он оказывает сынок. Смотри, вот как работает Иван Федорович. У него дело идет. Да мы поднатужимся, у нас тоже пойдет дело. То есть поднять до того уровня, а принизить всех. Вот революция всех подровняла. Какой у меня талант? С моими талантами я никому был не нужен. Совершенно. Но единственное место где-то на тюремной горсошкомке помирать. Туберкулез глотать. Но Бог открыл. Да, плохо. Перестройка. Плохо. Неправда. Но мы организуем православную деревню. У меня 40 лет и начальник детского лагеря. Я выпустил такие книги, которые на столе у президента. Ему подарил медведеву, патриарху, священникам. Эти книги в интернете. Книги, возрождающие жизнь. То есть я уже определяюсь. Прежней жизни мне не надо. Плохо сейчас, но я на свободе. Видите? Рассуждения очень простые. А как вы могли издать? Бог дает людям расположение. Благодарю за помощь. Кто помогал. Кто мало, кто много. Вот представьте, моя книга попадает... Тут маленько раньше история. Один большой такой, не предприниматель его назвать, а он называется президент химической компании. У него на западе заводы там, видимо, миллиардер. Для него это мои расходы, это пшик. Но жизнь наладилась, а жизни нет. Внезапно попадает вся его машина по другой машине. Жена и ребенок погибают. Ребенку, кажется, 14 лет. Фамилия его Сокол. Вот теперь он понял, что наступает другая жизнь. У Юрия Бондарева. Он коммунист. Но рассказ пишет хороший. Берег. Когда погибает ребенок, полный отчаяния. А ребенок-то один был. Игорем звали. И вот едут мимо храма. Я к этому вернусь, к Соколу. А сначала это скажу. И жена ушла и долго в храме. Было-то где-то в 80-е годы роман вышел. Еще советская власть была в силе. Ее долго нет. Он сидит печальный, все представляет. И вдруг жена возвращается из храма. И он видит у нее слезы на глазах. Она говорит мужу своему, бабе. Валентин, надежда есть. Наш Игорев жив. Кто тебе даст это утешение? Он жив, будет встреча с моим сыном. У нее нет другой жизни. В поздние годы родился единственный сын. Он подавал огромные надежды. Он на конкурсах везде. И вдруг он погибает. Погибает под пьяным шофером. У них только один вопрос. Почему хулигана рядом не задавили? Почему мой Игорек погиб? Ему все радовались. Он на олимпиадах везде победитель. Почему? Ни одного ответа он не получает. И он стоит перед фактом. Стоит ли дальше жить? И вот так этот сокол, он решает построить храм. Борис Александрович. И он строит храм. И в этом храме служит наш друг. Отец Иоанн. С батюшкой они больше 30 лет знакомы. Тридцати лет. И ему попадает одна моя книга. И он сразу финансирует и заплатил их. Вот Бог внезапно дает и все поворачивается. А когда пути человека угодны Богу. Бог врагов примеряет с ним. Это из притчи Соломона. С Богом. Человек непобедим. Вот я когда... Ну меня сажали. А за что? Вот недавно была статья. Тридцатилетие публикации первых глав архипелагов ГУЛАГ в новом мире. Тридцатилетие. Впервые. И вдруг сразу опровержение в газете. Это неверные данные. Ровно на 10 лет православный проповедник из Барнула Игнатия Лапкина. Это я. На полную всю страну архипелагов ГУЛАГ начитал аудио. И у меня в том студии было 15 магнитопонов на двух дорожках. На скорости 19. А прослушать на одну, на четыре семь. На 10 лет. Ну а Даша брала интервью у Керсина. У меня за решетку. Но я не жалею. Потому что перед этим у меня было насчитано 49 томов книг. А их больше нигде нет сегодня. Только на моем... У кого есть? Они с моего сайта скачивают. Это вот Библия. 12 томов Златоуса. 12 томов Жития Святых. Я ничего этого не смог бы сделать, будучи неверующим. Я умер бы не то, что там... Я вообще не раскрывшись. Откуда бы я знал, что во мне есть? У меня друзей... Даже перечесть нельзя. У меня врагов в море. Но враги делаются друзьями очень часто. Друзья врагами. И все это в Боге. А Ваша реакция? Я за все благодарю. У меня такое призвание. Я благодарю. А после этого захожу в храм. Люди падают в ноги на улицу. И хватаются у меня сапоги чиненные. Простите, на Вас говорили. Батюшка травил. А я узнал, вы никакой не сектант. Простите, плачет. Да мне разницы нет, кем ты меня считала. Баба, встань. Я же ничего на тебя не имею. Тем более, я многое не слышу. И что говорят? А я не слышу. Я к ним обращаюсь. Так про тебя сейчас говорили плохо. А я не слышал. Мне хорошо. Даже моя глухота мне на пользу служит. В Боге. Однажды патриарх Алексей II сказал. Нужно человека реставрировать заново. Я тоже дал опровержение статье. Человека нельзя реставрировать. Он мертв. Притча о блудном сыне. Вот картина Рембрандта. И говорит. Сын мой был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Человек мертв по преступлениям своим. Эфесянам 2.5. Умер. Человек, который не верит в Бога, он не верит не потому, что грамотный, умный. Нет. Один ответил безбожник так. Мы не верим. Потому что привыкли жить по своей злой и развращенной воле. Чтоб совесть не мучила. А у человека верующего совесть все время на страже. Она обличает. Я на молитву иду. И особенно у православных я иду на исповедь батюшки. Я должен все сказать. Я могу лукавить перед женой. Человек так устроен. Верующий не может. Но все-таки. А перед батюшкой если я буду лукавить? Да как же исповедь-то? Исповедь предполагает полное раскрытие души. Что же я делал? А теперь он знает. А священник подклятывает, что никому никогда этого не должен сказать. Я знаю. Я сказал, умер. И властью данной от Бога он разрешает от грехов. Я причащаюсь. Вот это ощущение полноты счастья света в душе после мрака темницы неверующий никогда не испытает. Он не понимает этого. Вот почему я верующий. Почему я люблю Христа. Он умер за меня. И кровь свою пролил страданием на кресте и меня наскупил. Это вера. А у людей, у которых природная вера языческая, в России были там нефтуны, разные перуны. Пусть даже и хорошо. Но все это временно. Это заблуждение ведет в ад. Язычники и долопоклонники все будут в аду. Я встречаюсь с любым человеком, где бы ни был, я первым делом пытаюсь узнать, верующий он или не верующий. Если он верующий, молится он или не молится. Или просто называется обрезанного мусульманин. Он, может, ничего не знает. Он научился пить. Тут русские женщины доступные. Колумбе платить. Чего ему тут не жить-то? Ребята красивые, чернобровые. Тут их любят наши женщины. У него денег много. Он торгует 80 шашлычек. Он тебя под ногой заберет. Они не так, как он прилежит. Но когда я узнаю, что он молится, у нас другое отношение. Вот мы едем через Баку в советское время. Это где было? Видимо, это населись, может, 5-6 год. Мы видим, мусульмане расстели. Называется, как ковер. Дастархан у них не только для обеда. И стали на молитву. Мы мигом одеяло у нас с собой байка. Мы раскинули и тоже стали на молитву. Рядом идет медицинер. Он как будто нас не видит. Попробую я сделаю в наше советское время. Рядом гражданин от общественного места. Вы нарушаете статья 142. Уголовная позиция. Ну, я просто знаю статьи. Там никто не трогает. И вот мы сейчас дорогой ехали. Нам время молиться. Мы выходим. А мусульмане работают рядом. Мы расстилаем тоже свою палатку. У меня 2х2 армейская палатка. И молимся. В обеду меня православного мусульмане никогда не даст. Потому что я молюсь. Я сейчас прохожу. Вышел с собакой гулять на заправке. Это было в Черепаново, кажется. А они наверху там работают. Что-то делают-то. Я кинул головой. И они все закивали. Я проходил с собакой. Перекрестился. Как они все выскочили. Они мне не враги. Но им я могу сказать то, чего у них нет в Коране. У меня один том. Это том, каждый 752 ста. Полностью посвящен Корану. По сурам и аятам я делаю сравнение с Библией. И что за 1300 лет о них было сказано. Книги это не просто я верующий учу молиться там. Нет. Они охватывают все. Политику, экономику, социологию. И когда мусульмане считают, как с ними работать. Какой аят показать, что это ошибочно, это неверно. С Богом. И они понимают это. Да. Ваша вера. Если Христос будет судить мир сильнее нашей. А у нас так и написано. Христос будет судить этот мир. Мы ждали еще друзей. Знакомых. Хозяин. Вот или нет. Так побеседуем. Это мы говорим о поездке сейчас. И вот представьте, я выявился. О чем ваши книги? Оказывается, Путин держит под строжайшим контролем все везде. Он бывший полковник КГБ. Ему помогают у него советники прекрасные. Все абсолютно. Книги не экстремисты. Нет. Мои книги в библиотеке номер один Ленина. Номер два библиотеки парламентская. Историческая в Москве. И все города имеют. Я доказал сразу им. Церковь от церкви благодарность. Православный. А почему вы не так говорите как батюшки? А я говорю так как в Библии написано. А батюшки подтянутся к этому берегу. У нас все делается бесплатно. И люди это понимают. Даром получили, даром торопились. А я вот скажу. О чем написано? У нас в лагере лозунг. Россия должна встать. Второе. Россия это мы. Другой страны земли мне Бог не даст. Это мой народ. Я своим талантом желаю ему послужить. Я напишу любую книгу и она со мной вместе умрет. Мои книги на столетии опередили время. Это все понимают. Если их считают заключенные, они перерождаются. Он выходит совершенно другим человеком. Почему? А он видит, что я оттуда и я знаю и рассказываю то, что у него болит. Я вам сегодня рассказывал. Один случай у меня был. Тюрьма-то наша одна. И в этой тюрьме я 17 лет помогаю заключенным. Вот. В Барнауле. В Барнауле. В Барнауле. В Новосибирске. В Барнауле зачем? В Барнауле. В Барнауле. В 17,34. И вот начальник тюрьмы говорит. У нас, говорит, тут неприятность. Вот давали. И вызвали ОМОН. Но они как всегда переусердствовали. ЗОМ. Видели. Там не допустили, а тут допустили. Ну и объявили голодовку около 20 человек в третий день. И понимаете, далеко уже известно. Родственники узнали. И сейчас мы не можем их вывезти, ничего сделать. Я говорю, вы меня запустите. Запустите? Да вы что? Там вообще дверь открыть нельзя. Это звери. Там по 6 ходок. Ну страшно. Я говорю, я сделаю вам подписку. Что? Вы за меня не отвечаете. Самой Бог. Ну хорошо. Вы зашли и вас убили. Мы же Господа Бога будем спрашивать-то. Мне надо теперь убедить начальство. Поговорили, лежу между собой. Не знаю. Не знаю. Вы же тоже рецидивист. Да. Вот это сыграло. Я рецидивист. Вот они, а они уже все знают. У них радио работает, будь здоров. И всех, кто с кем говорил, уже знают, что я стою здесь. Мы еще не зашли, а они уже ждут. Открыли дверь. Зашел. Обстановка действительно накаленная. Все стоят и смотрят. Дверь сразу захлопнулась. Там с собакой, помню, стояли. Там профицеры стоят. И что будет? Проходит час, второй. Тишина. А те не знают, что. Ну, гляну. Один встал спиной, закрыл. В глазок ничего не видно. Вечером уже при потелках начальник звонит. Начальник РОК. Режимно-оперативная работа. Вся камера вышла из голодовки. Это что вы сказать могли? Я прослужил здесь всю жизнь и не слыхал такого. Я говорю, очень даже просто. Я каждого спросил. Вы желаете выйти на свободу? Простой вопрос. А кто отец не желает? Вы же тоже желали. Да, желал. А скажите, мертвый выйдет на свободу или нет? Мертвый не выйдет. А туберкулез съест. Да вот они пятые, чихотышные. А тут никуда не уйдешь. А когда человек питается и не питается, кого больше туберкулез хватает? Я что делал, когда поддержки нет? Вы уже три дня. Из нас уже минимум двое заразные будут сегодня. Вы что делаете? Я ему показываю свое знание и соучастие. Теперь обращаюсь к архипелагу. Солженицын говорит. Голодовка имеет смысл только в одном случае, если воля поддерживает тебя. Так будем мы идти и ходатайствовать, громить. А если никто не знает, да сдохнет и собака, на одном преступника меньше будет. Вы согласны, да? А вас кто-то ждет на собаке? Ну да, у жена. А он говорит, я жену умер, у меня никого нет. Дед. Да сын-то она давно уехала. Ну, собака хотя бы там, щегол в клетке. Да у меня есть там одна подруга. Значит, у каждого кто-то есть. И они вас ждут. Давайте так. До вечера вы поститесь. Мне голодовка. Вот голодовка сейчас закончилась. Сейчас я помолюсь и голодовки у вас не будет. Вы будете поститься, из камеры не выходите. Вечером выйдете. А объявите, что голодовка окончена. Я сейчас уйду. Но завтра суббота, а послезавтра воскресенье. Как раз перед Пасхой. Это будет пост. Вам по спасению. А я иду к прокурору края. Он у меня друг. Один из самых близких друзей. Очень близкий мне человек. Краевой судья. В законодательное собрание. Главе администрации города и края. Ну и напишу к прокурору. Теперь что нужно. Мыло там говорили. Купайки. Ну и динамики. Я 56 динамиков сразу. Я по тренде для программы делал. Все сделал. Достал. Так они на улице встретятся. Когда сегодня. Вы посмотрели. И вы никогда не думаете. Вот такой здоровый идет. Вот так вот. Бутылку сзади держит. Борода. Здорово. Мне к вам подходить нельзя. У меня бутылка. Но я совсем мало пью. А это вот у меня жена теперь. Как вы нам приносили тогда. А мы накупили яйца на Пасху. Покрасили. В каждую камеру. А он стоит сам весь синий. И сколот это. Яйцо ссылует. Я вижу у него слезы. Они понимают. Я успел. Кормушка открыта. Несколько слов сказать. Бывает что-то сует. Я говорю. Мне нельзя брать. Я возьму письмо. У меня через забор. Я имею доступ к смертникам. Я один единственный в крае. Кто имел. Через прокурора края. И они это знали. Я не раз попадал в переделку. Когда с ножами останавливались. И в это время кто-то говорит. Это он сам. О ком рассказывали. Они сразу отступили. Тебя дорогу еще охраняют. Сопровождают. Так у газа было. Я испытал великую силу моего Бога. И в вузах. И на свободе. Верующим быть везде хорошо. Но главное. Что я смерти не боюсь. Для меня смерти нет. А вы чем ближе будете к смерти. Чем богаче будете жить. Тем будет в нарастающий идти крещендо. Как говорят. Страх смерти. Все оставить. Кому? Как? Что дальше? Этот вопрос будет тебя знобить. Бросать в жар. А у меня ничего нет. Я каждый день смотрю на зарю утреннюю. И думаю. Не сегодня ли Бог отзовет меня. Там Царство Небесное. Мои родные. Там апостолы. Божья Матерь. Вечером я опять смотрю на закат. Господи. Может в эту ночь ты отзовешь меня. Мне 74 год. А я мотаюсь по всей стране. В каждую библиотеку отдаю свои знания. А то вы книги хотя бы. Ну принеси. Тома три. И новый завет трехтомный. Который можно даже приобрести. Книги просто какие попало президенту не дарят. Они подарочные. И там сказано такое. Чего он искать будет. Смертный час. Вот видите как Путин говорит. Мне подарили Библию. И когда я лечу в самолете. Имею возможность посчитать. Пойми. Читает он или нет. Он имеет возможность посчитать. Правильно. Но считает ли он ее. Мне говорят. Вы подарили их мне. А считает ли он. Да Бог его знает. Так у тебя этого нету. Второе издание. Так у тебя этого нету. Второе издание. Надо положить сейчас. То есть. То есть. То есть. Кто может видеть. С одного издания достать. Вот посмотрите. Это тридцать томов. Открытым оком. Вот это вот. Что я говорю про мусульман. Не. Не мусульман. Нет. Все книги сшиты. На обшитной бумаге. Вот. Нет. Это его уже книги. Открытым оком. Это вопросы. Которые мне задавали. Я в пяти университетах вел занятия. Три раза для программы. Во всех отделах милиции. Воинских частях. Вел занятия. И вопрос. У меня были всякие разные. Теперь. В Новосибирской. Областной библиотеке. В Майкеде. В Новосибирской научной библиотеке технической. Тоже. Полные 38 книг. И. В Новосибирской областной юношеской библиотеке. В трех библиотеках находятся мои книги. Так что свободно. Можем брать. В этих книгах. Три тысячи четыреста шестьдесят семь моих стихотворений. Восемьдесят из них положены на музыку. Откуда бы я знал, что у меня есть? Это Бог дает. Я сейчас стихотворения свои беру. Считаю. И от руки переписываю. А они мне как будто первый раз. Там всегда двойной, тройной смысл экстраполяции той временной на сегодня и конкретно каждому человеку. У меня есть такое стихотворение. Пример к себе своим воображением. И там последние стихи так звучат. Я умираю. И как мне это видится? Пока не отлетитесь, потом посмотрите. Я с Моисеем на своей вершине. Последний раз гляжу из-под руки. Вроди с собаками, с биноклями в машине. Мой след выюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел, не достигая вам. Прощай, земля. Азарт. Закон ограда. Мой труд следы читайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле. Застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все бежу. Там есть такое выражение. За мной доек. Бешеный Саул. Они разведаны, что я и меня мёд акриды. А штаб квартиры из Барнаул. Газеть это опубликовали. И эти стихи, вот они здесь. Вот где игла, это песня «Гнати лапки». У меня одно стихотворение было написано 89 лет назад. Но я забыл про него. Вот это переизданное второе издание. Новый Завет. Давайте покажу вам. Вот этот трехтомник послан Путину Медведевой. Просто со стороны гляньте. Как эти книги выглядят. Вот чтобы издать вот этот трехтомник. Всего только 2000 экземпляров. Стоимость завалила на миллион. Пока я издавал 8 лет книги, 19 раз стоимость поднималась. А сегодня бумагу. Вы не думаете, что бумагу в Китае делают. Потому что продали всё. Лес везут туда. А теперь любую всё равно нам диктуют. Ну и видите-ка. И в них мы раскрасили за несколько лет Гюставо Дарай. Посмотрите какие. 240 иллюстраций цветных. Полный лист. Это вот кто желает сегодня. Можете приобрести. Полторы тысячи критомов. Это я как-то привозил. Посмотрите. То есть это издание. Полное толкование Нового Завета. Впервые за 2000 лет вышло с откровением. За 2000 лет. Посмотрите. Я главный комментатор. 297 комментариев. Патриарху послугу. По благословению. И так далее. Как издано. Я сам не встал. Посмотрите. Какие нужны буквы. Они большим, большим размером. А вот вы прочитаете слух вот это стихотворение? Можно я не буду читать? Громко что-то. А? Громко можно прочитать? Можно я не буду читать? А, не будете. Давай к вам попрошу. Это стихотворение не мое. Читайте кто? Двадцать. Почти девять лет просидел в вузах. В тюрьмах. В тюрьме умер. А кто желает тут прочитать стихотворение? Виктор. Ну. Ну. Давайте. Давай. Кто умеет читать? Рызь. Вот это стихотворение. Послушайте. Какой смысл заложен? Этот человек написал, находясь в лагере смерти. И оттуда он не вышел. Христос воскрес. А если бы не так, то все бы светлое давно окутал мрак. И солнце правды не узнали бы мы. И не был бы выхода из тьмы. И если б он из гроба не восстал, нам чужд был бы высокий идеал. И даже в мыслях мы бы не смогли подняться над растлением земли. Он жив. А если он не жил, то мир давно б уже похоронил. Живое все, что есть в душе у нас. Пытался сделать это он не раз. И если бы тот камень гробовой не отнят был всесильной рукой. То и сейчас бездушный сандукей мог правду скрыть под грудами камней. Та весть прошла через грани всех веков и через границы всех материков. На варварство. Ни варварство. Ни варварство, как видим, ни прогресс. Не заглушили песнь. Христос воскрес. Сколько торжества здесь. А что может сказать неверующий? У меня одно стихотворение есть. У меня на кораблях плавал. Корабль наш тонет. И последний стихотворение, последний куплет такой. Когда мой корабль опрокинет пучино, а рот поперхнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. В этом весь смысл. У неверующего все по-другому. Вот я с такими людьми был. Настоящие герои. Но он без веры в Бога. И наконец он в изнеможении приходит и падает. Отец. Как они бьют? Я не выдержу, повешаюсь. А почему они тебя бьют-то? Третий раз сижу. Так задел или нет? Да, этот проклятый Барнаул Яма. Ехал жерой. Какой дьявол меня вывал из вагона? Вышел купить там папиросы. Меня сразу схватили. И столько товарищей. Весь день ездил по Союзу. В Барнаулы только вышел и сразу схватили. Барнаульская гестапо работает на полную мощность. А ну не гестапо. Просто хорошие люди вас нашли. Ты бы никогда о Боге не услышал. Ты сейчас слышишь. Ты счастливый человек. Я тебе о Боге рассказываю. Вижу мало-мало, мало-мало помаленько. А уже больной. Глаз один не смотрит. А отстать не может. Есть надежда, Алексей. Господь любит тебя. Ты принеси раскаяние. И Бог осветит мрак твоей души. Есть такой один рассказ. Был очень грозный грабитель. Убийца. Разбойник. Просто богатырского роста. Два с лишним метра. Как Валуев. За ним числило бесчетное число смертных случаев. И вот он арестованный сидит. Все время закованы. Ноги закованы. Приколаны наручники. И здесь. И однажды дверь открылась. И вот подают там, что надо, вытащили от него и все. Не заходит. Дверь открылась. И тут же закрылась. Перед ним стоит молодая женщина. Он долго смотрел на него и говорит, я знаю кто вы. Вы дочь губернатора. Вы проповедуете о Христе, о котором я слышать ничего не хочу. Она говорит, а почему вы меня не пригласите сесть? Она говорит, еще ни один человек не решался сесть на мою койку. Показывает. Одним ударом мозги на стенке будут. Но если вы разрешите, я сяжу. Вот так и опешил. Она, женщина, сядет на его кровать. Она села. Вы все лжете, христиане. У вас в руках Библия. Я не верю ни одному слову. Впрочем, если вы мне докажете, что где я открою Библию, и там про меня написано, я вам поверю. Она говорит, открывайте. Она видит, у него руки дрожат, может от того, что он там сидит или что-то. И он медленно, и открывает буквально первую страницу. И написано, вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над Богом. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Это был день первый. Он говорит, докажите, что это обо мне. Она говорит, вы пожизненное заключение получили. Ждете смертной казни. И Бог к вам сегодня послал меня сказать, есть другая жизнь. Вы смотрите, вот видите, отогнута у вас там жалюзи. И вы видите маленький клочок земли. Но Бог говорит, земля это сердце человека. Есть четыре категории земли. Одна, где сердце ничего не растет, птицы подливали. Другая, где быстро всходит, но там на камне. Корень-то некуда засохла. А третья сорняки. А четвертая плодородная приносит плод. Ваша земля к какому сорту относится? В вашей душе сплошной мрак тьмы и ненависти. Но Дух Божий сегодня касается вашего сердца. Он носится над водами ваших мыслей. Он находит вас. Христос умер за вас. Его причистая кровь сегодня расплавит узы ваши. Вы посмотрели, что это было. За гремя сыпьями он упал и зарыдал. Его никогда не выпустили. Но с него сняли оковы. И теперь он по другим камерам ходит с Библией и другим преступникам рассказывает. Что в мире могло подвигнуть его к этому? Бог отверз через женщину эти двери. Вот я смотрю. Сейчас показывают фильм про... Как его? Ник Войнич. Можете видеть, без рук без рук мальчик родился. Когда он родился... А отец у него стоял здесь, когда рожала. И он увидел, как при родах... Ребенка увидел, что плечок появилось, а руки нет. Он вышел, чуть в оборот не упал отец. В коридоре стоит. Врач вышел, говорит, вам плохо? У меня сын без руки родился. Он говорит, нет, у него обеих рук, обеих ног нет. Он не помнит, как его домой привезли отца. Но никто не знал, что будет. Недавно он женился. Из-за него вышла фотомодель. Из Австралии. Мне кажется, из Таиланда. И показывает. Он проповедник. Стоит на столе и проповедует всегда у него улыбка. Его слушает не один миллион людей, которые потеряли всякую надежду. А у него одна ласта. Вместо ноги какая-то ласта. У него приспособление. Он сам расчесывается, плавает. Такая машинка, если он там этой ластой давит, едет. И на ринге борется там. Он вообще такой развитый. В цирке. И проповедует о Христе. Его подходят, обнимают, целуют. Какую надежду вы вселили в нас. У меня вот рука потеряна. Я думал, все закончено. Двух рук, двух ног нет. Под самые плечи. Как он мог... ... ...